Истоки кадетского образования, вот та атмосфера, где они живут и как поставлено там, они позволяют проводить эту работу, стабилизировать, а потом уже выводить на уровень, давать этот шаг. То есть вот так. Спасибо большое. Мы учим всех. 30-я школа находится на рабочей окраине, контингент весьма специфичный. Отбор мы в эти классы проводим, но единственное условие это состояние здоровья. То есть родители должны предоставить справку о том, что ребенок относится к основной, ну или хотя бы к подготовительной группе для занятий физической культурой, поскольку, ну понятно, очень высокие физические нагрузки. Воспитывать? Воспитываем где-то личным примером, где-то убеждением. Еще раз повторюсь, контингент достаточно сложный. Вот как у вас прозвучала фраза, по-доброму я понимаю, болтусы, но у нас процентов 70, вот именно болтусы. Но даем результаты. Проблема в том, что действительно родители, это общая проблема не только для кадетских классов, родители считают школу камерой хранения. И с детьми, почему проблема возникает с ними дома, просто не разговаривают. То есть, ну вот приходится компенсировать нам. Расписываясь своей беспомощности, действительно родители отдают своих детей в кадетские классы. Но я люблю трудных детей на самом деле. И видя, что школы в основном те, которые работают с трудными детьми, воспитывают военную элиту. Вот как ни странно. Школы, которые более благополучные, сложнее дети идут на какие-то дисциплинарные, на какие-то сложности именно в установках поведенческих реакций, вот именно из благополучных. А вот именно те дети, которые из районов, которые на окраине, которые, может быть, сложные, которые требуют повышенного внимания со стороны всех ведомств силовых, да. Как ни странно, вот именно вот эти детки у нас становятся тем, в кого мы закладываем основы гражданско-патриотического воспитания. Даже сегодня кадеты, которые присутствуют здесь в этой аудитории, посмотрите, все сидят расслабленные, а наши кадеты, точнее, я сегодня позволю себе сказать это слово, наши кадеты, постойки смирно. Поэтому форма обязывает, понимаете, дисциплинирует. Люди, с которыми они общаются, они же видят, что это непростые люди. Это люди, которые тоже себя постоянно держат, постоянно себе многое не позволяют, постоянно чувствуют внимание окружающих на себе. Вот даже наш модератор сегодня говорит, страшно присесть, больно. Поэтому не бойтесь трудных детей, это дети такие благодарные, это дети, которые приходят в эту школу. И вот буквально на днях 10-я школа города Иркутска, 120 лет в школе, вот было недавно, мы отмечали, прихожу туда как домой. Действительно, вы знаете, а несколько лет назад, когда там не было кадетского образования, кадетских классов, детки были сложные. А сейчас эти детки абсолютно социализированные, с них можно брать пример. Это я могу сказать про любую школу, где сегодня у нас реализуется кадетское образование. Вот спасибо вам большое, дорогие мои учителя, всем спасибо. Я считаю, что главный недостаток кадетского образования в стране в целом, в Российской Федерации, это то, что на федеральном уровне нет нормативно-правовых актов. Вот в Иркутской области такие нормативно-правовые акты есть, и в концепции кадетского образования прописано отдельной строчкой, что в кадетском образовании Иркутской области присутствует жесткая военизированная составляющая кадетского уклада жизни и взаимоотношений между субъектами кадетского образования. Это такая вот ремарка маленькая. На самом деле, значит, к нам спектр кадет-воспитанников приходит самый разный. Мы готовы работать с любыми детьми, но есть одно но. Приходят такие дети зачастую, как вот здесь прозвучало, на перевоспитание справиться не можем, которые с первого по шестой класс росли как бурьян в огороде. То есть у них нет никакого более-менее нормального образования, и мы вот эти пробелы, которые допущены с первого по шестой класс, в седьмом классе исправить никак не можем. И эти дети уходят, к сожалению. В общем, вот как-то вот так. Спасибо большое. Вот подводя итоги, да, ну примерно вот мы слышали похожие вещи, и тем не менее я вот хочу провести аналогии с обычной школой. В школе бывают разные профильные классы. Например, класс математический. И чтобы лидеры математических классов, сидя вот так на диване, говорили, мы готовы взять любого ребенка математический класс и дальше помочь ему освоить математику так, чтобы он был вот прям олимпиадником. Вот я такого, честно говоря, не слышал ни разу. Все говорят, у нас жесткий отбор, мы смотрим на детей, даем сложные задачки, не можешь решать, ты не с нами, иди в обычный класс, у тебя не получится. И так далее. Здесь вот коллеги, которые сидят, говорят, да, у нас непростые дети, да, нам нужно воспитывать элиту, да, мы за это беремся. Но эта позиция новая для системы российского образования. Обычно отбирают тех, кто более склонны к данному направлению, хочу сказать, что они лучше. Ну вот, они склонны, у них есть какие-то специальные для этого показатели. И дальше их доращивают. А здесь люди говорят, мы берем любого и стараемся сделать из него супергероя. Вот мне кажется, это новая позиция, и я вот хочу ее зафиксировать. А естественный вопрос, который возникает, как вам это удается? Вот в чем секрет? Вот ваш рецепт успеха, что вы добавляете в этот пирог? Ну, здесь есть несколько проблем. Во-первых, наиболее заинтересованные родители, кадетское движение, оно очень популярно на уровне начального общего образования. Вот как ни странно. И все-таки воспитывать нужно оттуда. Вот мы с этой позиции пошли. Но законом не регламентируется. В одной из статей Федерального закона об образовании в Российской Федерации дано определение кадетского образования, но на уровне основного общего и среднего общего образования. Это главная проблема. Вот концепция кадетского образования, она очень мало затрагивает именно кадетские классы. То есть там все хорошо прописано для кадетских корпусов. Мы опять остались как бы в стороне. И вот с этим большая проблема. Дальше. Но это скорее вопрос может быть к учредителю. Мы реализуем сегодня наше направление за счет дополнительных общеразвивающих программ и программ неурочной деятельности. В школе почти полторы тысячи детей и всего три ставки педагогов доп. образования. Две ставки инструктора по физкультуре. У нас фактически сегодня полштатного расписания работает именно на кадет. И вот за счет этого получаются какие-то результаты. То есть очень большое количество людей задействовано на воспитании организации работы с этими детьми. Сейчас я по этому звуку убавлю и приду. Секунду. Извините. То есть педагоги должны много работать, тогда будет результат. Это ваш рецепт. Штатное расписание желательно бы увеличить. Вот за счет чего. Я вам его не увеличу. Понятное дело. Но вот еще раз говорю, наше штатное расписание, половина работает на этих детей. Понятно. В чем ваш рецепт? Вы знаете, я бы несколько, наверное, чуть сейчас застрю, обострю ситуацию, связанную вот с тем, о чем мы с вами говорим. То есть вот мы говорим кадетский корпус, кадетский класс, кадетское образование. И под этим вроде как подразумевается, что все вот идет правильно и так, как есть. На самом же деле, скажем, на самом деле, вот если мы говорим кадетский корпус и кадетский класс, то мы должны понимать, что кадетский класс это структура, отдельная структура кадетского воспитания. То есть это не кадетское образование, это структура кадетского воспитания. Второй момент. Если мы говорим про кадетское образование, то тоже должны понимать, что сейчас все кадетское образование, оно держится на дополнительных программах. Только на дополнительных программах. И в этой части что класс, что корпус, они одинаковые. А кадетское образование, оно подразумевает изначально эту специализацию, то есть это начальное профессиональное образование по логике должно быть, а не так, как сейчас формулировано у нас, что в данном случае это основное общее, среднее общее образование. Вот в этом вся и суть, и загвоздка, и по-видимому в будущем именно на это будет делаться упор, потому что то, что происходит сейчас, это интересно, это приносит свои плоды, но не так быстро и не так качественно, как это должно быть. Ну а результат добивается одним путем, это работа, это подбор кадров, это людьми, которые работают с детьми. Другого пути нет, любая методика, она будет мертва, если за этим не стоят те люди, которые работают. В этом сложность. Я полностью согласна сегодня вот с вами, потому что за любым делом стоит персона, понимаете, все на личном энтузиазме, и поэтому привлечь в эту профессию, повести за собой, нацелить на то, что он действительно будет военным, спасателем или сотрудником другой экстренной службы, это целое дело. Понятно профориентация, понятно, но это вторично, поэтому если мы сегодня говорим, да, ты будешь будущий математик, ты будешь будущий профессор, ты будешь будущий военный, поэтому и звучит в кадетском образовании программы общего образования, он имеет право выбирать. Он может не пройти туда по состоянию здоровья, чтобы быть военным, но он эту профессию уже попробовал изнутри, он ее потрогал и понял, вообще это ему надо или нет. Может быть, он себе создал какую-то романтику в голове, нарисовал или родители ему нарисовали, и он идет в эту профессию, не понимая, что это и зачем это, потому что не случайно выслуга 45 лет из пляжа, как говорится, это все очень не случайно, это профессия тяжелая, это профессия может быть где-то грязная, не такая романтическая, как может показаться, это все очень серьезно, нацеливая своих деток и сегодняшних, которых мы профилируем, и тех, которые будем профилировать, вы сразу должны понимать, куда они, собственно говоря, идут. Поэтому вся романтика должна быть отброшена, кадетские образования как раз здесь и позволяют не только научиться в будущем оказывать помощь себе и окружающим, или быть удобным для общества, потому что растят кадры удобные, послушные для общества, но и в первую очередь, конечно, вы должны понимать вообще, куда вы идете. А в целом, конечно, спрос родительский, детский спрос, они видят кадетов в школе, они хотят идти за этим направлением, мероприятий, которых мы массу проводим, и по телевизору показываем, и в целом пропагандируем, они тоже это видят, мы тоже это хотим. Я тоже хочу получить медаль, вот как в этом году первый кадет классов МЧС получил ведомственную медаль за пропаганду спасательного отдела от министра МЧС. Я тоже это хочу, это, конечно, все стимулирует, все это замечательно, но нужно понимать, куда вы идете. И в целом, как бы, все это движение держится только на персоналях, только на личностях, только на человеке. Спасибо большое. Также я хочу дополнить коллегу, вот если мы берем кадетское образование, которое происходит, ведется в кадетских корпусах и в школах, они в корне отличаются, потому что кадетское образование в кадетском корпусе, оно непрерывное, оно круглосуточное, оно изо дня в день на протяжении пяти лет. И зацелено именно на один результат, на конечный, вот, то есть мотивацию наших воспитанников на военную или другие виды государственной службы, как в законах прописано. Вот, если брать школы общеобразовательные, там очень многое зависит именно от того человека, кто этим занимается, от личности того человека. Вот здесь сидят кадеты из шестой школы города Усолье-Сибирское. Это так называемый наш дочерний класс, их там два уже класса, вот, мы ими гордимся. И этот класс создал именно офицер-воспитатель нашего кадетского корпуса. Соловьев Алексей Сергеевич, майор Соловьев Алексей Сергеевич, который вот болеет всей душой кадетским образованием. И если взять вот все те кадетские классы Усолья и Усольского района, везде картина примерно одна и та же. То есть уходит увлеченный человек, и кадетское образование на этом, в этом образовательном учреждении прекращается. Ясно, спасибо. То есть мы можем дать такую рекомендацию математическим классам. Берите всех, ищите педагогов, которые готовы будут работать со всеми детьми, а не только с избранными. И давайте больше математики. Вот, ну, как бы я пытаюсь перефразировать то, что сейчас звучало про кадетское движение. Нет, не согласны? Скажите вы. Здравствуйте. Я классный руководитель кадетского класса Росгвардии в гимназии 44-й. Ну, до этого имелся опыт, опять-таки, кадетского класса МЧС. Ну, вот я соглашусь, ну, с коллегами, да, с кадетских корпусов, что да, все держится на личности конкретного педагога. То есть, если педагог не горит тем, чем он занимается, ну, и смысл тогда во всем этом. Если, допустим, ну, математики согласен, да, вот вроде как тоже нужны, но у них, может быть, планка выше, но не каждый же может стать, там, я не знаю, там, Лобачевским либо еще кем-то. А здесь мы создаем, знаете, как, даже дети, те, которые приходят, ну, разные действительно приходят. Вот у меня, допустим, в классе 60% это, ну, кого распитывают, ну, вот у меня есть и отец-одиночка, да, есть и матеря-одиночки, но дети мотивированы сами. Вот они захотели, они пришли. В некоторых классах, да, набирают, вот, допустим, по состоянию здоровья. Но, знаете как, не каждый может, да, прийти, ну, по крайней мере, показать ему это изнутри, да, не обязательно он должен, там, подтягиваться 30 раз, да, и, ну, как вот военные говорят, да, стрелять, как ковбой и бегать, как его лошадь. Нет, он это все изнутри поймет, он, может быть, даже сам себя потом замотивирует где-то, да. И я вот уже замечал, у меня были такие факты, что когда ребенок был сначала слаб, да, и ничем не мог заниматься, даже по состоянию здоровья, но занимаясь в классе, он потом перерастал во что-то другое. Ну, почему нет? Почему я его должен, грубо говоря, обрезать в самом начале отбора, да, не дать ему шанс, а кого-то другого взять? Я так не считаю. Отлично, спасибо большое. Еще какие-то мнения есть? Пока нету. Хорошо. А вот еще можно такое тоже, да, вот проблематика, вот опять-таки. Кто-то, ну, у меня в семье уже проблема, да, вот казалось бы, потому что все выходные я провожу с классом, вот реально. Ну, кто, ну, допустим, в некоторых школах, ну, тот же математик, он готов с ними провести, допустим, субботу и воскресенье целый день, заинтересовать их, показать, потому что иногда некоторые приходят, как вы говорите, трудные, да, действительно. Он, может быть, и ему это нравится, но нравится, может быть, на первых порах, да, вот что-то ему покажи, допустим, автомат дай разобрать, собрать. А через, грубо говоря, неделю ему надоедает, и уже ему это неинтересно. А найти подход к нему, заинтересовать, и вот с ним прожить день-два, то и, как говорится, ну, довольно-таки продолжительное время, а потом ребенок, все, он раскрывается в полном красе. И отношение к учебе меняется, к родителям меняется, и тоже, как вы говорите, патриот, да, мы же не только военного патриота, мы и гражданского патриота растим. И на уровне, допустим, проводя интегрированные уроки с теми же самыми психологами, литературой, не знаю, химией, всем остальным, и ребенок по-другому уже, к другим даже предметам относится. Можно мне просто ремарку вставить, как учителю математики по первому образованию, да? Да. Дело в том, что там все тоже зависит от личности учителя. Я в свое время выбрала математический факультет именно благодаря тому учителю, который работал в школе, в моей же, в 30-й. Здесь ситуация такая, научить хороший учитель может любого, но он не сделает из ребенка олимпиадника, но хороший учитель может сделать так, чтобы ребенок хотя бы профильный экзамен по математике за курс 11-го класса сдал успешно. Вот это однозначно. Ну, да, по-моему, пришли к единому знаменателю, и я с ним полностью согласен. Дальше двигаемся, можем? Что? Держитесь за кадры. Ну, конечно, кадры все решают, тут я абсолютно согласен. Дальше идем. Вот все-таки несколько раз уже говорили, и хочется разобраться чуть подробнее. Есть кадетские классы, есть кадетские корпуса, есть отделения. В чем разница, как родителям выбрать, куда лучше идти, что нужно было бы изменить в нормативных документах для того, чтобы это работало более естественно, более понятно для всех. То есть вот в чем разница между кадетскими классами и кадетскими корпусами, и что должно быть? Ну, я думаю, аудитория, которая здесь присутствует, это вообще предельно ясно, кто такие корпуса, кто такие классы. Проблема в том, что сегодня... Проблема в том, что сегодня в законе об образовании кадетские корпуса и имеют право привилегированного поступления или, скажем, военные вузы, то, например, кадетские классы нет. Соответственно, вся это классное кадетское образование, получается, самодеятельность нет. В свою очередь мы здесь придумали такую тему, чтобы вузы, я про себя говорю, учебное заведение МЧС России, проводят олимпиады и различные конкурсы, скажем, МЧС-ресурс. Победители, выпускники кадетских классов этих конкурсов, этих смотров, этих олимпиад имеют право преимущественного поступления в учебное заведение МЧС России. Также они заканчивают их и становятся уже аттестованными сотрудниками на младший НЭС состав. Соответственно, мы призываем, конечно, наших ребят, чтобы они шли в учебное заведение для того, чтобы могли потом служить в системе МЧС России. Но, тем не менее, бывает так, что ребенок учился-учился в кадетском классе. Кадетские классы, чтобы вы понимали, дети живут дома. Наполненность профиля по пожарно-спасательной направленности или другого профиля, которым занимаются кадетские классы, она осуществляется в пределах образовательной организации, либо как батистный план, где-то включается, где-то это какой-то экспериментариум, где-то выводится как дополнительное образование. В общем, школа сама принимает решение, каким образом она начинает реализовывать этот профиль. Везде по-разному, везде свои плюсы и минусы. Мне ближе, как отдельно выведенное отделение дополнительного образования. Более понятно, скажем так. Поэтому ребята в любом случае там получают образование, и в аттестате и мелким почерком прописывается, что они шли с углублением в профиль, в тот или иной. И затем уже по своему профилю мы добились все-таки от вузов, учебных заведений МЧС России, чтобы они шли с правом преимущественного поступления в вузы. Что касается тех ребят, которые все-таки решили не идти и получать, а получать, точнее, гражданское образование, они тоже имеют право работать в системе МЧС России, но уже гражданским персоналом. То есть у нас есть и такие, у нас есть и ваннослужащие, у нас есть и сотрудники внутренней службы, у нас есть и гражданский персонал. Вот такое вот у нас структурное подразделение имеется на территории Иркутской области. Мы всех ждем ребят, чтобы они приходили в систему МЧС России. Спасибо. Вы знаете, я хотел бы дополнить. Простите, Татьяна Александровна, но вот все-таки кадетские классы — это более массовые явления. Кадетских классов гораздо больше, там, в десятки раз, чем кадетских корпусов. Что должно быть для этих классов? Чего не хватает сегодня в нормативной базе, чтобы дети из кадетских классов что-то имели? Банально прозвучит «денег». Денег, потому что сегодня дети, которые обучаются в кадетских классах, они же полностью на обеспечении родителей, то есть форма, которая обшивается, учебные пособия, это же все за счет средств родителей и за счет дополнительной нагрузки на образовательную организацию, потому что специалистов, которые привлекают для того, чтобы профиль был обеспечен тот или иной, это же допники, этих денег порой не хватает. В основном специалисты, те, которые обеспечивают этот профиль, это же мужчины. Вы должны понимать, что они не будут работать за рубль 40, и поэтому ценные кадры, те действительно люди, которые готовы делиться своим опытом и которые сегодня на вес золота, это штучный экземпляр, это специалисты такого профиля, которыми не бросаются, конечно, нужно это оплачивать. Есть стимулирующие выплаты тем учителям, которые становятся классными руководителями кадетских классов, потому что мало того, что, как вы говорите, субботу-воскресенье, они, по-моему, и отпусков-то не имеют, потому что как только заканчивается учебный процесс, который у них проходит круглосуточно, они погружаются во все наши летние мероприятия, зимние каникулярные, и так, собственно говоря, пока не уйдет на пенсию. А на пенсию, я думаю, сейчас долго не идут. Вы знаете, я бы не хотел в частности материальных, финансовых и так далее входить. Почему? Потому что там есть такие трудности и сложности, которые чисто нужны тем, кто это хорошо понимает. Другое дело, значит, неправильно прозвучало, что кадетские корпуса имеют какие-то преимущества, привилегии при поступлении. Ничего не имеют. То есть на общих основаниях, так же, как выпускник кадетского класса и выпускник кадетского корпуса поступает, поступает условия одни и те же. Ни одного преимущества в этой части нет. Другое дело, скажем, очень часто я всегда отстаивал позицию такую, что да, на самом деле должны быть какие-то преимущества. С другой стороны, начинаешь задумываться. Мы говорим о элите, мы говорим о элите, да, и то же самое тут же требуем, чтобы элита имела какие-то при поступлении преимущества, значит, послабления для самих себя. Несколько, скажем, неправильно и некрасиво звучит. Другое дело, скажем, иметь или выделять какие-то квоты, где на конкурсной основе вот эти вот мотивированные будут поступать туда. Ну, это другое дело. Теперь все, что касается нормативной базы, да, нормативная база в части вот кадетских классов, да, там, по-видимому, совсем нулевой какой-то там вариант, да, нулевой вариант. Все, что касается нормативной базы по кадетским корпусам, подвижки были, то есть в прошлом году в Иркутской области закон принят, значит, на основе этого закона изданы приказы учредителям, которые регламентируют и материальное снабжение, и финансовые, и так далее, и так далее. Ну, а частности и трудностей очень много. Вот, например, вот один из таких моментов взять, да, чисто такой дискуссионный, но с ним сложно, пока не столкнешься, не знаешь. Вот, скажем, у нас даже в названии, если вы читаете, два кадетских корпуса, а в названии есть два слова, которые принципиально меняют подход, то есть казенное и государственное. Значит, в чем разница? Разница в том, что все, что касается по казенному, это по всем статьям расписано и выделяется, все, что касается по государственному, это деньги, которые... А? А, бюджетные, конечно, бюджетные. Я от него немножко заговорился. То мы разделяем. И здесь, конечно, есть сложности и проблемы. Вы меня спросите, как это лучше? Как это лучше? Вот если вспомните, о чем я говорил, что начальное профессиональное образование и так далее, да, тогда, конечно, оно должно быть казенным у нас. Тогда будет четко и ясно. И тогда по выпуску понятно, понятно, и тогда при поступлении понятно. Понятно, почему? Потому что ряд суборовских училищ, те, да, на самом деле имеют преимущество какое. То есть они заканчивают и при поступлении просто вне конкурса. То есть в данном случае идут. Спасибо большое. Тоже, мне кажется, немножко разобрались. Или вы хотите что-то добавить? Ну, нет, в принципе, у нас просто проблема была, я, честно говоря, для меня всегда был большим вопросом. И изначально, когда мы открывали вот это направление, как детей собрать в один класс? Потому что, ну, начинается движение, кому-то не понравилось, надо уйти, куда потом этих детей девать? То есть переформировать, собирать в один класс, особенно на уровне основного общего образования, достаточно сложно, потому что, представляете, класс шел там с начальной школы, рвать вот эти чисто психологические, устоявшиеся уже связи вот среди детей, как-то вот мы побоялись. Поэтому пошли по другому пути. Мы воспользовались вот то, что нам предоставляет закон об образовании, в частности, структуры, несли изменения в устав и сделали действительно разновозрастное кадетское отделение. То есть несколько подразделений на нескольких параллелях. Одновозрастное, допустим, на параллели там третьих классов, на параллели пятых классов. По крайней мере, нет вот этой проблемы с переформированием потом класса, вхождения, потому что эти дети, кадеты, уехали на соревнования, остались пять человек, ну, представьте, которые не кадеты, да, и вот куда их приходится на уроки в другой класс, им обидно. То есть пошли вот таким вот путем. Ясно, спасибо большое. Вот дети делают свой выбор, идут в кадеты. В какой-то момент кто-то из них понимает, ну, вот как Татьяна Александровна объясняла нам, да, про романтику, понимают, что это не их. Ну, поскольку они дети, то они имеют право на этот выбор. И выбор может быть как в пользу кадетского движения, так и обратно. Что нужно предусмотреть, чтобы выход из кадетского движения и возвращение в обычные общеобразовательные классы, или там, не знаю, в биологические, в медицинские, там, не знаю, в спортивные, был бы для ребенка комфортным? Что нужно сделать, чтобы помочь ему вот обратно тоже идти, а не говорить, что обратной дороги нет, позади Москва, и все такое? Очень хороший вопрос Вы подняли. Вот если мы возьмем семейный кодекс и откроем там права ребенка, там есть очень хороший абзац в правах ребенка о том, что ребенок, достигший возраста 10 лет, имеет право, значит, принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с его жизнью, с его судьбой. И поэтому это о чем говорит? О том, что вот родители просто так не могут заставить ребенка и привезти его в кадетский корпус. Ребенок, его мнение здесь крайне важно. Мы каждый год объясняем при поступлении в кадетский корпус и родителям, и детям именно вот эти вот положения прав ребенка. Вот, и тем не менее, каждый год у нас одна и та же картина. То есть ребенок нам боится это сказать, потому что родители определили его судьбу изначально. И начинаются проблемы у нас. То есть ребенок плачет, у ребенка истерики, ребенок начинает фантазировать, выдумывает все, что угодно, лишь бы ему из кадетского корпуса уйти. Понятно, что мы в этом плане работаем, но и, к сожалению, дети уходят. То есть не все могут находиться, не все могут жить в казарме или в общежитии, не все могут круглосуточно находиться в кадетском корпусе, вне семьи. И если вот, допустим, взять распорядок дня наших кадетских корпусов двух, то у наших воспитанников, честно говоря, свободного времени практически нет. У них время свободное – это после ужина и до отбоя. Все. Другого свободного времени у них нет. Они постоянно чем-то заняты у нас. Правду говорите, ваши ребята головы машут. Ну, на самом деле, выход только один – это общеобразовательные программы. Общеобразовательные программы для того, чтобы если ребенок действительно решил сменить профиль, или это неважно, кадетское это будет образование, или, естественно, научный класс, а решил он стать правоведом, позволит ему уйти без болезни, но, собственно говоря, общеобразовательные классы по пожарно-спасательной направленности, кадетские классы МЧС позволяют. Вот именно это вдруг он расхотел, хотя обычно у нас никто не уходил, скорее всего, по состоянию здоровья. Такие, скажем, разговоры с семьей, с ребенком случаются, и ребенок уходит в какой-то другой профиль, и это уже случается в 10-11 классе. А так обычно наши дети очень мотивированы, девчонки даже обижаются, почему так сложно попасть в систему МЧС. Сейчас в основном упор на мужское, конечно, население. А вот именно общеобразовательные программы позволяют безболезненно уйти в тот или иной профиль. Они абсолютно полное получают образование, нигде им не урезается или за счет чего-то не компенсируется. То есть вот этот ребенок получает абсолютно достойное, хорошее, классное образование. И именно в любой профиль, в другой, который там они уже в семье решат, он спокойно и безболезненно может перейти. Но всю жизнь он будет вспоминать кадетское образование, которое он получил в этой школе. Правда? Ну вот поэтому все-таки отделение, а не класс, чтобы это было безболезненно. Ну вопрос, вопрос крайне интересный в том разрезе, что каждый год это происходит. Каждый год. Значит, каждый год горящие глаза при поступлении и наоборот такая тревога, беглые глаза, дискомфорт и так далее. Почему? Потому что одни против родственники и не знают, как себя вести здесь. Каждый год это бывает. Наши действия, и как я отношусь, я нормально к этому отношусь, как и все. То есть каждый ищет, выбирает, выбирает право на ошибку, на ошибку имеет. Главное, помочь ему правильно из этой ситуации выйти. Для этого, естественно, вначале объясняем преимущества запастись терпением, попробовать и так далее. Если нет, начинаем работать с родителями, для того, чтобы они поняли, что их никто не выталкивает отсюда, что их не выгоняют, даже если он начинает хуже учиться, чтобы они поняли, что выбор ребенка в другом месте. Вы ему помогаете. Вы другую сторону займите. Поэтому это нормально. Инга Николаевна Капустина, шестая школа, город Уссули-Сибирская. Но для нас, например, решение проблемы, это ее не допустить. И в школах это гораздо проще. Мы пошли таким путем. Четвертый класс прокадетский. Дети смотрят, участвуют, родители видят, дома обсуждают. С весны мы начинаем закладку нашего класса, формирование. Психологическая подготовка, физические данные, медицинские справки, личное желание, готовность родителей. И когда в течение этого периода длительного уже формирования класса происходит, это нам помогает. Просто уже не рассматривать проблему. Могут уйти только по здоровью. И я считаю, что это очень хороший выход для нас. Конечно, кадетские корпусы не располагают таким. У них приемная комиссия ограничивает. А в 10-м классе тоже не происходит этого? А у нас второй год. И никого мы пока не потеряли. Вот благодаря этому выходу. Самый массовый выход в 10-м, конечно, происходит, когда дети понимают, что они хотят чего-то другого, что они выбрали себе там другую профессию. Ольга Алексеевна Желтоногова, директор 37-й школы, город Ангарск. На базе нашего образовательного учреждения 10-й год функционируют профильные классы правовой направленности МВД классы. И мы были первым классом МВД в Иркутской области. И третий год, это уже 9-й класс, функционируют классы Росгвардии. Мы стали первым в Сибирском федеральном округе классом Росгвардии. В течение двух лет были единственными в Иркутской области. Вот с нашей легкой руки, когда директор приезжал к нам, Виктор Васильевич, в школу, то есть в этом году, вот в 44-й гимназии, открылся второй в Иркутской области класс Росгвардии. Вот столько много проблем поднималось, и я хочу сказать, что у нас как бы направленность разная. Понятно, проблема с программами, проблема с формой, проблема с кадрами. Но я здесь хочу сказать еще и проблему социального партнерства. Вот как вы выстроите свою работу социальными партнерами, так оно и пойдет. Вот, например, МВД классы. Конечно, должен быть человек, который бы там ими руководил. Что касается программы. Мы взяли программы с заместителем начальника ОВД города Ангарска. Взяли программы первого курса Восточно-Сибирского института, и на их основе написали программу такого предмета, как основы правоохранительной деятельности. Утвердили ее на области. И вот уже десятый год у нас профильные классы, и это два часа в неделю, предмет как учебный, прямо как профильный предмет включен в учебный план. Все остальное за счет доп. образования. Конечно, там у нас профильные предметы история, общество знания, русская литература, так как класс правовой направленности, социально-гуманитарного профиля. И усиливаем, конечно, факультативами. После уроков занимались строевой, занимались рукопашкой, приходили к нам сотрудники с ОМОН, только начинают заниматься, одного отправляют в командировку, начинаем другой, второго отправляют в командировку. И вот эта проблема вечная, как, что и чего. Десятый год МВД класса функционирует, на сегодняшний день моя учитель физкультуры с высшей категории, лучше любого, наверное, сотрудника войсковой части, такие показательные по строевой подготовке делает. Я вот не знаю, вы были у нас, согласен, вот говорят. То есть мы ездим на всероссийские форумы, и уже шесть раз становились абсолютными победителями, где такие показательные по строевой подготовке показываем, это да. То есть мы учим свои кадры, но на сегодняшний день у меня заместитель директора по профилю, который имеет еще ставку педагога-организатора, подполковник полиции в отставке. Она у меня зам по профилю, она у меня класс руководитель двух профильных МВД классов, 10 и 11 МВД. И здесь как бы эти классы курирует у нас наше управление МВД. Когда мы открыли класс Росгвардии, это совсем другая структура, это национальная гвардия. Когда ее только-только в марте вели, в мае я решила открыть такой класс Росгвардии. Вот там у нас все к нам приходят преподавать, то есть там нет профильных предметов, это был 7, 8, 9 класс. Усиление предпрофильной подготовки идет только за счет внеурочки. Но на эту внеурочку ее проводят не мои педагоги. Приходят сотрудники по приказу с войсковой части. Каждый четверг стоит около школы автобус с войсковой части, отвозят туда на рукопашку и так далее. И там такой смены нету, да, кадров? Обычные уроки, только за счет внеурочки. Но хочу сказать, что наличие формы, формы абсолютно разные. У МВД классов, у классов Росгвардии. Вот смотрите, и программа разная, и вообще кадры разные, насколько разные проблемы приходится нам решать. Но из этих классов не уходят, потому что по тестированию психологов 96% самая высокая сплоченность в этих коллективах. И вот именно в профильных МВД классах, 10-11 класс, когда это уже более осознанный выбор, дети иногда, ну, 70-75% у нас поступают по профилю. Когда выпускники первого МВД класса поступили, у меня парень и девушка в сельскохозяйственную академию, я была немножко в шоке, говорила, зачем вообще надо было тогда учиться в МВД классе. А оказывается, там есть кинологический факультет, то есть они говорят, мы закончим, они закончили и успешно пришли работать в ОМОН. То есть вот настолько все взаимосвязано, и дети не уходят, потому что классы очень сплоченные. И для того, чтобы поучиться в этом классе, иногда и даже правильно, что нужно понять, что тебе это не нужно. У нас есть дети, которые уходили в лингвистические университеты, в мединституты, ну, поняли, но вот эти два года, конечно, прошли не напрасно в обучении. Ну, вот, то есть еще один рецепт, да, это сплоченность класса, важная характеристика для школы, и педагогически очень важная, и, собственно, она, видимо, тоже дает результаты. Понятно, что педагог должен быть педагогом, ну, вот, в душе, неважно, с погонами он или он без погон. Я немножечко, я тоже учитель математики, кстати, у нас сегодня математика популярный предмет. Я хочу сказать, что вот классным руководителям достается, это и парад победы и так далее, ни выходных, ни проходных, сутками работают полевые выходы. Но здесь, я думаю, что любой директор школы на уровне руководства, я, например, своим делаю 20-процентную доплату. То есть они у меня получают за работу в профильных классах больше в два раза, чем остальные классные руководители. Хороший вариант тоже, да. Спасибо большое, мы вынуждены завершать, хотя кажется, что разговор только разошелся. Спасибо всем за откровенные ответы, прямые, и, мне кажется, мы обсудили и более, обсудили плюсы, которые есть у кадетского движения. И вот эта энергетическая подпитка от энтузиастов, она, конечно, очень чувствуется, видно, что люди очень болеют за свое дело. И когда такие люди занимаются детьми, то можно за них быть спокойным. Спасибо вам большое.